Друзья, всем привет! Всем здравствуйте! Я с вами снова с хорошими новостями. Кто не смотрел стрим разработчиков, кто не смотрел мой стрим, который рестримил, собственно говоря, чемпионат по Блицпоинту, очень многое что пропустил. И даже если вы не увлекаетесь турниром, есть очень много хороших и действительно шокирующих новостей. Как, например, почему вы думаете, что сейчас вы видите WZ-55? Если вы пролистаете все мои видосы, если вы пролистаете все, по крайней мере, основную часть моих стримов по этому танку, практически в каждом, что я говорю? Пожалуйста, уважаемые разработчики, если это неплохой танк, но он никакой. У него обалденный ВЛД, наверное, один из лучших, ну, действительно танкующий. У него неплохая башня, ну, со своими косяками. Он даже бортом иногда что-то может. Но он просто танк. Я предложил, ну, я понимаю, что никакого официального обращения к разработчикам не было, но я скорее, наверное, просто об этом размышлял, разглагольствовал. Так, дайте, пожалуйста, ему барабан. Все, что нужно этому танку, это барабан. Потому что механика боевая стабилизация, ну, она как бы есть, а как бы ее и нету. Не особо-то танкисты ее. На особых танках она, конечно, просто шикарна будет. И что будет, я так думаю, что в ближайшем обновлении? Ребята, ВЗ-55 теперь будет с барабаном. С каким барабаном, вы спросите? Его называют помповый барабан. И сравнили с барабаном от танка Бурасик. Давайте мы с вами сейчас попредполагаем, ведь только этот нам и остается. А какая будет альфа тогда у этого танка? У него сейчас рейнерон 470. Вы представьте, если у него такой урон и останется. И просто добавится второй снаряд. То есть мы сможем, ну, это мечтание, ребята. Мы с вами можем выдавать по 900, по 1000 урона. Просто вдумайтесь, у него максималка, на секундочку, 588. Ну, мечтать не вредно. Что будет, то будет. Давайте теперь посмотрим, как ВЗ-55 чувствует себя в рендами. И сравним потом, что стало, что привнес этот самый барабан. Вот тут, Евросерверу, действительно есть чему позавидовать. Там ВК и 50Б. Только не говори, Кран, что ты будешь там стоять, в этих кустах. Очень тебя прошу. Не то, что я встал, это, конечно, здорово, но прострела нету. Подождите, как он светится. Подождите, как он светится. Как так-то броня не пропита. Первых два выстрела, это, конечно, что-то с чем-то. 690 неприятно, конечно, да. Есть побития. 0, кстати, 0,4. Готов. Да что за тайминги-то, ё-моё. Готов. Готов. Продолжение следует... Сколько ли, ребят, было зафейленных выстрелов? Просто забей! Ладно, какой бой есть, такой есть. Что мне от вас скрывать, как говорится? Сыграл не очень. Вафлю, как я... Я даже не понял, как я попал ей в орудие. Ну, если бы сзади не обошли, можно было затащить. Если бы прошла, возможно, альфа в 62-ку. Ну, мне кажется, там бабаха уже до КДшена была. Ладно, идем дальше. Все, что хочется сказать про ВЗ-55 на данный момент, честно могу сказать, комфортный тяж. Комфортный. Стрелять на нем комфортно. Очень приятно. Альфа 470. Это получается среди тяжелых танков. По Альфе на втором месте же, да? После... На третьем месте. Е100, потом ВК. На четвертом, извините, Е100, ВК, 60ТП и ВАЗа. Ну, я его тоже смело могу назвать альфовым все-таки танком. 470 среднего. А 500 иногда вылетает. Кстати, характеристики даже не посмотрели. Но даже если... Вот честно могу сказать, даже если сравнивать с семеркой, я вот эту выберу тачку. Серьезно. Там у них в кустах 100% есть кто-то. Бабаха одна, а тут еще и две ПТ где-то сидят. Я единственное удивлен... А, гриль... Ага, гриль с другой стороны. Я удивлял, что 4005 до сих пор не светится. Вот это действительно нонсенс. Бабаха одна, а тут немножко не твоя тусовка, я думаю. Так, мистер Проджетто поиграл. У меня чиф вообще спокойно пробивает. Судя по всему, если он целит, судя по всему, да, спокойно. Да, просто в лицо, ребят. Просто в физиономию шьет. Офигеть. 1-3 уже, кстати. Обалдеть. Ну, я не знаю. Галду уже зарядил. По-моему, там товарищи были слева. А что, 4005, ребят, где-то аппетитный стоит, ждет? Нет, не такой уж аппетитный хп нету, пацана. Жаль. Жаль. Афкшник. Я смотрю, два кара. Думаю, а где одного? Кто? Seven Star? Seven Star на кару АФК? Он сейчас его еще и заберет, да? Фугас надал. Мистер Мияги. А я мог этого чувака где-то видеть, мистер Мияги? Что-то, походу, случилось. Может, интернет рубанул. Так, ну что? Давайте быстренько технические характеристики. Что там по ВАЗе, а то мы вообще не посмотрели. 2-400 прочих, а ни туда, ни сюда. Броня во лбу башни реально есть, 270. Ну, как вы видели, Чиф, я не знаю, куда он меня шил. Через каток он меня шил. Либо, ну, в люк. Я не видел, чтобы там были следы от попаданий. Корпус. 196. Во лбу корпуса, ребята, это действительно круто. Приведенка есть у танка. 2-600 урон, как у ИСа. Время перезарядки 10,7. Пробитие 259 утяжей 10 уровня, если это не барабан. У них, в принципе, у всех, наверное, такое пробитие. Подкалиберы 335. Сама цифра, само число по пробитию 335, оно неплохое. Но на подкалибер прям вот граничит с говнецом. Урон прекрасный. 470 на ББшке, на Галде 400, на фугасе 610. Сведение... Вообще, стрельба на танке комфортная. То, что я там в первом бою не попадал, это, видимо, мои руки и температура. Ну, он должен попадать. Тем более, там, механика, боевая стабилизация действовала. Сведение 3,6, разброс 0,344. Действие вот тут, наверное, поставим вот так вот. Углы, углы. Сколько углов? 7 же, да, скорее всего. Да, углов 7. Максималка 38. Ну что, идем, наверное, в финальный бой? Не, наверное, точно, потому что мне сейчас очень тяжело играть. Так, 4 тяжа. Ну, я сейчас посмотрю, куда поедут. У нас обалденные тяжи, обалденнейшие тяжи. Мне надо с ними играть. Этого отличная позиционка. У этого безупречный барабан этот читерный, альфовый. Я тут, на самом деле, меркну на фоне этих тяжей. Очень жаль, что у нас даже не подгруз... Нет, уже подгрузился М60, но очень печально, что-то, не знаю, там ЛТ. Там просто Шерик, он его оттуда просто вынесет. Но он не понимает этого. Интересно, когда добавят механику помпового барабана, то есть будет два снаряда в барабане, уберут боевую стабилизацию или все-таки нет? Нет, 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 нет. Хорошо. Зачем ты туда поехал? Вопрос. Просто зачем ты туда поехал, М60? Зачем? Почему ты ринулся туда? Ой, 500 какая. Правда, под калибром, но ничего. Танчи-танчи, я еще живу. У меня еще хапушка есть. Блин, какой кайфовый, ребят, все-таки орудие. Какой кайфовый у танка. Да сейвся ты! Молодец, молодец. В люк, просто в люк выцелил. Вообще без проблем. Молодец. Нет, 116-го, очень сильная машина. Охренеть не встать. Можно ехать. Пробил. У меня альфа не пройдет. Нет, помидь дверь. Нет! Ну какой же был кайфовый бой. Ну какой же классный бой. Если бы не этот М60, который бы с Макойна мог бы тут контрить. Эту Ягу. Шерик выжил у них, ребята. Какой офигенный бой. Не знаю, мне теперь нравится ВЗ-55. Особенно думая, когда на нем будет барабан, я прям воодушевлен. Ладно. Стоит что-то говорить. Ребята, чем думает он провел в игре 11 тысяч боев? Чем думает этот игрок, когда упарывается на три тяжелых танка? На барабанного Хэвика, на ДПМного 116-го и на Читерного ИСа 7-го? Просто расскажите мне. Как-то так. Сколько у нас получается? Два слива, одна победа? Да? Очень здорово. Средуха в 4К, да, примерно я отыграл. То есть вопросов не вызывает. Вот оборудка, я считаю, наиболее подходит этому танку. Разброс как будто бы прям приятен. 0.310 у него точность СТ-шки. Практически. Наруто, у меня на этом все. Огромное спасибо за то, что посмотрели это видео до конца. Поставили лайк. Ну и, конечно же, подписались на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok